Знаешь, у меня серьезный такой вопрос, чтобы твоего тоже Божьего благословения в твоей подаче исполнить. Понимаете, мне позвонило здесь нам, значит, крестить ребенка 4 года полным погружением, понимаешь? И здесь у нас есть купель, где мы маленьких здесь, да, там до года как-то опускаем. А там, значит, вот как крестить такого ребенка? Она попросила полным погружением, они с тобой как-то связаны были, слушают себя. Ну и как крестить его? Как крестить? Как технически? Он, если он плавать не может, да, он, значит, его у нас есть такая купельная небольшая, что можно он присел, мы головку его опустили бы, и все. А так, чтобы он не хлебнул воды, это же такой ребенок. А как ты думаешь, за 350-60 лет у старобрядца подобные моменты были? Они что, мерили ногами? В том же баке большом. И еще особенного нет, полное погружение. А там и привыкли безобразничать, поэтому какие-то отговорки, ноги, он полное погружение должен иметь. Еще тут особенного нет. Ребенка учат плавать еще, когда он в грудничок. А зачем его одного отпускать? Держи его за руки, а потом... Он опустился под воду, и руки под воду, и он вес в воде. Да. Да, я не знаю, вот здесь он умеет плавать или нет. Да зачем ему плавать-то? Плавать ему... Да не надо плавать. Зачем плавать? Плавать умеет не надо. Зачем плавать? Это же не котенок. Ничего, чтобы он не хлебнул воды. Вот в общем дело. Ничего ни разу нигде не было. Все обман. Что-то ребенок задохнулся. Когда задохнулся, когда речь идет об одной секунде. Он стоит заранее с ним купаться, показать. Надо же тренировать, смотреть. Вот у нас каждый год идет крещение, отовсюду люди приезжают. И маленькие дети бывают разные. Совершенно нормально. Батюшка держит на руках и опускает его трижды в воду, и все. Так прямо, да, опускает? Прямо стоит, отец Аким. И вот так вот его опускает в воду. Он как стоит, ребенок у него рядом, там, ну давай, готовься. Раз, присел и вместе с ним ушел. Он покрестился. Подожди, у вас такая купель большая, да? Озеро, озеро. А, в озере. В озере. О, в озере. Там хвататься за края никто не будет. И она приехала, привезла трех ребятишек. Ну, прям совсем маленькие. Все покрещенные, как положено. За руки держит. Даже батюшка иногда не сходит в воду. А пирс так. И заранее поговорили. И опускает, он весь под воду ушел с руками. Дальше поднял во имя отца. А не за грудь? Нет. Он за руки его держит, ребенка. За руки. А когда в воде, он держит его около себя. Сзади. Ребенок от него головой смотрит в ту сторону дальше. Он его как подмышками держит. Поднял во имя отца. А, подмышками, да? Ну, да. Он сам в воде стоит и опускает. Ну, а как по-другому-то ходит? Тут вариантов несколько. И все они будут признаны действительными. Подожди. Это тогда мне надо войти в купель. У меня же купель большая. Там взрослый человек. Это ему где-то заходит по грудь. Ну, и все. И ребенок там, кто отец или кто. А у нас священник это делает. Берет в руки его, поворачивает туда. И дальше в воду. Нет, подожди. Я стою. Там у нас есть площадка. Немножко ниже, да? Значит, его... Я не могу его взять за грудь, чтобы опустить. И не могу, не знаю даже, да? Ну, вариантов-то много. И все они будут правильные. Ну, ребенка покрестить, погрузить. И такой вопрос. Вот сейчас бывают священники. Вот так вот берет, опрокидывает вниз головой, его вытаскивают. Эквилибристы. Да кто ж так крестит-то? Да. Ну, ладно, хорошо, отец. Никогда не надо искать какие-то причины, чтобы не было погружения. Этого не было. А как Русь скрестили? Вся Русь скрещённая была, и дети, и все при Владимире. Рядом дети. Ребенка держат, с ним погружаются. Главное-то в воде, если он ребенок не понимает. Крестит-то и взрослый, и маленький. Значит, давай. Значит, я его взял. Здесь, ну, допустим, зашел в купель. Значит, взял его под мышкой. Ну, да. Спиной. Спиной. Чтобы руки его были прижаты. Заранее потренировать. Чтобы ребенок руки так держал. Да, да, да. А не так. Ты погружаешь, он руки вскинет. Значит, воровать будет. Руки некрещеные. Ага, правильно, да. Значит, спиной к себе прижал. И сам присел. Дударка, конечно. Конечно. Так вот. А то так его держит, его по имя отца опустил, его сам стоит на месте. А ребенок ушел под воду. А, за руки, да? За руки. Можно под мышкой, как угодно можно. Чтоб только полностью был погружен. До одной молекулы. Даже блошинный глаз. Сколько он занимает? У блохих глаз, говорит. И чтоб это не было не погруженным. Да, да, да. Ага. Тут все решает страх уже. Страха Божия нет. Что попало, попы делают. Песком, слюнями. Ну, начинают, что попало, говорит. Даже слышать противно. Ну, я тебе сейчас скину, как крестят. Кто-то под именем каким. Ты увидишь, узнаешь, кто это. Вот поговорим, я тебе скину сразу. Да, хорошо, да. Вот, отец, еще второй вопрос. Значит, здесь, вот в это воскресенье будет здесь вот это плечо. Песком, я тебе сейчас скину. У тебя, послушай, у тебя вверху пространство, выше головы. А ты ушел куда-то вниз. Не видно ни рта, ни бороды. Голову-то подними выше. Ну, еще выше. Еще выше. Подними, у тебя пространство сколько там. Ну, куда ты лезешь, что под стол-то? Вот ваше крещение такое есть. И ты меня видишь, видишь, я как стою. Ну, и ты поднимись маленько, повыше-то голова, чтобы... Ты же видишь сам себя. Да, да. Ну-ка, да, 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 опять я пошел вниз. У тебя вот так вот срезано, не видно подбородка, ни бороды, ни еще опять ушел. Нет, подожди, я... Ага, хорошо, все, все, все. Ну, еще хорошо, ты опять ушел вниз. Ты все время как будто прячешься от меня. Ну, подними голову выше. Нет, 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 нет. Здесь я... Вот так, все, задержи. Вот так. Да. И никуда голову не прячь. А то алиментщики прячутся от алиментов. Нет, нет, подожди, я не прячусь. Я хотел место из писания, тебе задачу... Да не надо, мы знаем писание-то. Называй, я тебе расскажу, где оно написано. Да, нет, ну, это да. Значит, в это воскресенье, да, будет здесь, значит, о званном ужине. Здесь эта притча. И вот начинается, она говорит, блажен человек, который вхочет хлеба в царстве небесном. Это имеется в виду, здесь он, значит, имеется в виду, что он представляет, что он будет, значит, на земле здесь будет кушать этот здесь ужин. Или это здесь о будущем, о будущем царстве небесном. О будущем. Смотри, когда, говорит, и дерево для исцеления. Какое исцеление? Это когда дерево уже в раю. Для исцеления листья. Листья – это тончайшее разумение. Писание будет дано. Тончайшее, самое маленькое. Никакого хлеба. Хотя, говорит, хлеб ангельский ел человек. Какой хлеб ангельский? И едят ли ангелы? Зато, если едят, то только хлеб. А то мы не знаем. Здесь я, один священник говорит, что здесь, значит, там начинается. Здесь, ну, человек один позвал, сделал ужин здесь, да. Ну, и там не зови здесь богатых, зови нищих, там, всех нуждающихся, да. А этот человек один, который участвовал в трапезе, вот это сказал эту фразу. Блазен человек, который кусит хлеба в Царстве Небесном. Значит, он не представлял понятия Царстве Небесном. То есть, как они же ожидали, евреи, что когда Господь придет, Он избавит нас от римлян и восстановит царство. Вот есть, как Лука и Клеопа, значит, ведь не в сие не время восстанавливаешь ты царство сие. Здесь, он не имел представления, он о простом хлебе говорил. Ну, так, божественными словами. Вот такой. И один священник толковал так, да, что человек кушал эту кищу, думает, что он будет здесь. Господь придет, Мессия, хотя пришел, и будет кушать тогда, ну, как говорится, хорошее, но хорошее питание будет, здоровое. Ну, один думает, чай в воскресенье мертвых. Он говорит, в раю еще чай будем пить. Да, ну, это уже, это, отчаяю это же ожидаю. Да, ну, хорошо, значит, можно, нет, просто у меня вопрос, можно вот это применить? Здесь, что он не понимал, что это такое царство небесное и вкушение вот этого небесного хлеба. Блаженный Фепелакт не толкует это место хлеб. Написано, и все на этом конец. Зачем туда лезть-то? Ты тут заработай его хлеб. Вот какие-то тонкости туда, в рай глаза не видели, ухо не слышало, что Бог приготовил написано, не слышало, и на ум не приходило. Что тут гадать, что попало делают? Да. Ну, благодарю тебя, отец. Ладно, ты опять залез, у тебя по носу разрубленная, вот как фотография. Ну, чего ж ты так, прячешься, вот так. Ну, ты же себя должен видеть. Ну, все на этом, отошел. Да, да, да. Аллилуйя. Храните, ага. Храните, ага.